Замерзающий украинский Геническ, это Херсонская область, пошел газ из Крыма. Поставки начали по распоряжению Владимира Путина. С просьбой о помощи к российским властям обратился мэр города от имени 25 тысяч его жителей. Ситуация сложилась критическая. В условиях аномальных холодов произошел сбой в системе газоснабжения. А бездействие чиновников в Киеве поставило людей на грань выживания. Подробности у Григория Емельянова. В Геническе до минус 25. Для юго-херсонской области сильнейшие морозы на 20 градусов ниже средней температуры зимой. И именно в этот момент пиковых нагрузок дала сбой система газоснабжения. Газ вот открывает, да, вот она, зажигалка, а он и не шипит. Из-за резкого снижения давления в газопроводе без топлива остались около 2000 абонентов. В основном это семьи, живущие в многоэтажках, а также десятки домов частного сектора. За помощью обратились к России. От имени жителей Геническа мэр этого города на фоне низких температур, сохраняющихся в последние дни, обратился к российской стороне с просьбой обеспечить поставки газа, чтобы не дать жителям города замерзнуть. Владимир Путин рассмотрел это обращение и, исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос о возможности обеспечения подобных поставок, чтобы помочь жителям Геническа пережить сильные морозы. И вот спустя считанные часы вопрос решен. Как сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Казак, газ в нужном объеме пошел с территории граничащего с Херсонской областью Крыма. Поставкам приступила компания «Черноморнефтегаз». Когда поступило обращение о том, чтобы помочь нашим соседям в сложный период, я доложил руководству страны. Соответственно, президент принял решение поставки осуществить. Граждане Украины страдать не должны. В сложную ситуацию я считаю, что мы должны помощь друг другу оказывать. Это нормальное явление. 4 января в 22.40 поставки газа начались. За ночь мы перекачали в газотранспортную систему Украины чуть более чем 13 тысяч кубометров. Давление в газотранспортной системе Геническа увеличилось в 2,5 раза. Этого давления должно хватить для отопления всех домов, всех котельных города Геническа. Предполагается, что из Крыма в Геническ будут подавать до 20 тысяч кубометров в сутки в зависимости от погоды и уровня потребления. В городе уже подтвердили, что топливо пошло. Кстати, жители Генической давно предполагали, что могут в какой-то момент остаться без тепла. Дело в том, что в силу специфики здешних месторождений газа их никогда не хватало для полного обеспечения района. И дополнительную подкачку всегда осуществлял Крым. Вот только в этот раз заключать договор с крымскими энергетиками Киев не счел нужным. Рассказывает бывший глава Геническа, вынужденный после смены власти на Украине переехать в Крым. Есть месторождение в Стрелковом, которое в Азовском море. Оно настолько слабое давление там, и оно без черноморгаза и без дополнительной подкачки со стороны Крыма. Его никогда не будет хватать. Едва ли об этом задумывали те на Украине, кто кричал о тотальной блокаде полуострова. Националистов ведь и тогда мало беспокоило, что в результате их диверсии на линиях электропередачи страдала в том числе все та же Херсонская область. Вот и сейчас Крым, который сам по вине украинской стороны в сильный мороз испытывает перебои с электроэнергией, из гуманитарных соображений греет замерзающий украинский город. Григорий Емельянов, Алексей Козлов, Первый канал.